Позаботились в этом году и о создании доступной среды. Около трех миллионов рублей выделено на пандусы и съезды. Их построят на улицах Ленина, Победы, Южной, Юбилейной, Лесной и Новой. Насколько среда доступна сегодня, пыталась выяснить Анна Чернова. Вместе с молодой мамой, риутовчанкой Юлией Виноградовой, она прошла путь от дома до рынка. Обычные будни молодой мамы, днем на прогулку или по делам, сегодня надо за продуктами. Путь не близкий, а в коляске у Юлии Виноградовой еще полуторагодовалая Лера. Значит, придется искать удобный маршрут. Здесь проблема в том, что начинается сквер, и чтобы к нему подойти, перейти дорогу, нужно сделать круг, дойти до молодежного центра, только там перейти и вернуться обратно. До ближайшей зебры 100 метров, да еще и по бордюрам. Неудобно, приходится нарушать. Говорит, было бы неплохо перенести поближе пешеходный переход. В сквере возле храма проблем не возникает. Почти все адаптировано для четырехколесного транспорта. Мешают лишь неправильно припаркованные автомобили. Вот мы подходим сейчас к месту, куда выходит дорожка из сквера, и в 90% случаев здесь стоит автомобиль. Улица Ашхабадская, по мнению риутовчанки, вообще напоминает полосу препятствий, множество бордюров и ни одного пандуса. Прошли 10 метров, опять вот у нас спуск. И вот так мы прыгаем, сейчас опять подъем. Чтобы дойти до рынка, нужно пройти очень много таких подъемов и спусков. Такая встряска не каждому ребенку понравится. Лера ребенок спокойный, поэтому не отреагировала, а другой может и капризничать, делится Юля. Перед конечным пунктом маршрута снова преграда, уже на пешеходном переходе. «Зебру не видно под грязью, но висит знак, что вот здесь у меня спуск. Ну что он здесь делает? Водителей нет. Он ушел. Соответственно, мы должны проделать вот такой маневр». В итоге на рынок маме с коляской добраться было непросто. Обратный путь еще сложнее, говорит Юля. С тяжелыми пакетами лавировать по неудобным дорожкам – это приходит только с опытом. Анна Чернова, Артем Удников, Лер-ТВ.